а вот и роман друзья приветствую всем привет давно не виделись роман газенко сейчас скажет такое ну ладно скажет такое как всегда перед нашей записью мы с моим другом любимым хасаем делимся плодами размышлений за истекший отчетный период и вот продолжая нашу тему тему наших вебинаров мы нащупываем все новые и новые ключи к нашему сознанию к нашему подсознанию ключи к управлению собой ключи к тому чтобы стать субъектом то бишь стать человеком для того чтобы взять свою судьбу в свои руки и вот продолжая тему магии слова которые как известно было вначале я хочу поделиться с вами одним интересным соображением не без внутреннего трепета сидя рядом с без преувеличения великим человеком который у нас не так зареагировать но можешь покраснеть пожалуйста вот внес неоценимый вклад в теорию и практику борьбы со стрессом я не удержался чтобы с другом и не побоюсь этого слова учителем поделиться одним простейшим соображением все конфликты межличностная и внутриличностная они имеют в своей основе в корневой основе слова зло задумайтесь все что приводит к конфликту то есть дисгармоничному состоянию это все описывается словом именно слова не какое-то физическое действие именно слово приводит к конфликтам приводит к драматическому развитию конфликтов приводит к коллизиям к столкновениям сейчас я попробую объяснить со многими из вас мы уже говорили о том что же такое вообще слово слово это знак это лингвистический знак подобно ноте подобно цифре слова имеет материальную форму материальную оболочку и идеальное содержание материальная оболочка это то что мы с вами произносим пишем слышим и читаем звук да звук предположим или написано или написанная на бумаге это все описывается четкими физическими параметр колебательными параметр это все измеряется в герцах в люменах и так далее это четкая жесткая физическая величина волновая физическая величина не так это не не вот это вот все вибрации для поля есть есть в психолингвистике очень четко дефинируемо извините определяемое понятие это семантическое то есть вокруг до заводительская к нельзя же вы не перепутали а то сейчас очень модно и и все на это затучены вот электрон одновременно волна и попадает туда или сюда в честь зависимости от наблюдателя и все частотные вибрации что мы все в вибрациях очень модно и многие на этом просто манипулируют спекулировать а иногда искренне в это верит нет телепатии что мы с романом сидели сейчас здесь и про это слово на альфа центавру могли чистотами послать такой но на самом деле мы мы сейчас говорят для человека добраться здесь ищем как это братьев по разуму ну как диагент среди белых днях ходила с фонарем и говорил что он ищет человека среди большой массы люда ну кстати люд это собирательное существительное чем ходил так ну вот люда много человеков мало и еще с такой древности великий философ на откровенно говорил о том что поиск человека среди бела дня с источником света это нелегкая за нас источником света они это светлого человека не эгоиста не жадного не агрессивного которым человек бывает когда он стрессе когда он нормальном состоянии творческого процесса там он светлый но вот созидатель наш великий соотечественник великий ученый владимир бехтерев он описал удивительное явление он назвал его явлением массового индуцированного и эпидемией индуцированного психоза вот как сейчас когда вот в толпе и он говорил о том что ввести в такое состояние расчеловеченное выражаясь нашим языком состояние отдельного человека сложно гораздо проще работать с толпой там гибель за он они очень четко это все уловили толпа в толпе человек больше ориентируется на рефлексы у него снижается психологический возраст до 12 лет это самокритика все и он перебрасывает ответственность на кого-то достаточно как сказать что все бегут и он да нет не просто все достаточно появится одной психопатической личности который очень низкая рефлексия до кликушества вот это да и все бегут за ним неважно с плюсом или с минусом главное что он доминирует и он говорит ай да я возвращаюсь к тому я возвращаюсь к тому да он кстати назвал это явление тарантизмом потому что тарателло начали танцевать по всей стране из-за одной психопатической дамы который очень боялась пауков же какой будет вебинар потрясающе то же самое да то же садить то же самое было с пляска святого вида власти не могли остановить все это дело чем больше запрещали тем больше народ приходил к в состоянии массового безумства у северных народов было явление меречения это вот это все описано но я хотел поговорить о другом как на нас действует в качестве стресс-фактора слова это интересный момент что же действует назвали кого-то извините дураком человек который не считает себя таковым почему-то на это не реально интересно обратите пожалуйста вот кто-то кого-то оскорбил я вообще ну вот с точки зрения смыслов и лингвистики я не понимаю формулировки действующего законодательства который звучит оскорбление чувств верующих ну во первых верующего оскорбить нельзя если он истинно верует кстати если у него нет сомнения потому что значит оскорбить чувства я не понимаю это да это это вот вот так вот так с нами словами начинают работать каждая что-то по философствовать потому что я например веду школу человек будущего я боюсь чтобы не обломали наш канал боюсь и вообще вы поговорить о том как мы каждый представляем себе например богом один представляете бесконечность законы природы от которых все безусловно зависит валение божие непреклонное неодолимое которое касается всех такая власть господин а другой представляет себе человека громадного сидящего на облаке который перстом перстом своим может любой момент мешаться чудо совершить да или или злого дядьку который накажет если кто-то не выполняет ритуал я боюсь это сделать потому что канал обломает потому что задену чувство какого-то верующего ну вот теперь смотрите вот а фанатика который напишет там какую-то и вот смотрите что происходит вот мы взяли это выражение три слова у них не совпадают семантические поля они не стыкуются и возникает недопонимание недоразумение возникает человек так интересно недопонимание недоразумение до разум отказывается это понимать но вынужден принимать это пропуская через фильтр критики так вот что касается слова которая лежит в основе любого конфликта в том числе и внутреннего как есть такое понятие это тоже чистая физика кто учился в советской школе хорошо понимает что такое явление резонанса резонанс это когда возникает полное совпадение частот колебатель по всем характеристикам частотные длина волны ну то есть известно что рекомендуют особенно тем кто прошел армию в качестве офицера как я рекомендуют когда мы ведем личный состав по мосту распоряжаться чтобы солдаты шагали немного потому что что такой резонанс это когда одинаковые колебания по всем характеристикам совпадают и тогда возникает просто амплитудный скачок он разрушает когда слово находит в человеке такое же соответствие когда его назвали дураком а он подсознательно себя также называет дураком происходит слияние этих частот возникает резонанс который выводит человека из равновесия и может нанести определенное то есть начинает оказывать разрушительное действие только тогда слово может разрушить или даже убить когда она находит мишень у человека видя внутреннего упрека и внутреннюю человек чувствителен к этому слову да он само слово а чувствительность он чувствительность содержание к содержанию в этой упаковке материальной но надо тогда представить себе а что же тогда приводит человека к деструктивным действиям вплоть до не буду говорить чего когда человек принимает летальное решение для себя ничего больше кроме колебаний воздуха или частотных характеристик слова написано вы можете себе представить смысл 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 это все это при передает смысл все что мы сейчас говорим это акустические колебания хасай любимый которые попадают тебе в барабанную перепонку а может сильный образ буху или буквы да через глаза а мозг начинает достраивать либо монстров либо цветущий сад а в результате любое деструктивное действие оказывает не больше чем колебания воздуха и это ли не способ если это прости пожалуйста если мы отнесемся к тому что мы видим и слышим не более к определенным физическим колебаниям то мы сможем овладеть с помощью разума я в это время картину рисую а кто-то меня назвал дураком а мне не дает и до него мне все равно потому что я тут занят важным для себя не попадают а если я думаю что я дурак тоже живут то он сказал дурак резонанс возник да и если если предположим волна которая пошла в открытом море она идет и она потом иссякает но стоит и встретить препятствия в виде борта судна или берега она может подняться до невероятных размеров она ударит со всей силой просто надо не выставлять внутренние мишени для этих слов просто надо надо просто обращать внимание да да надо просто не обращать для этого надо время от времени снимать напряжение и мы приходим а саму зачем нам нужен этот ключ и самое главное если психологи обычно традиционные я уже говорил в одном из роликов подбирают слова то в методе ключ подбирают резонансные действия там психолог подбирают слова ему очень трудно потому что это слово может не совпасть с восприятием человека а когда острый стресс человек даже его не слышит психолога а когда человек подбирает действия синхронный текущему состоянию по ключу там получается мы даем миллион возможных действий как пример не говорим выбирай то что тебе нравится он опробирует каждое и находит у которой резонанс с ним напряжение падает он выходит из стресса а когда он выходит из стресса открывается в нем творец потрясающе а вот мы с тобой будем роман дорогой вебинар проводить скажи пожалуйста ты когда будешь говорить о том какое значение имеет слова ты подскажешь одновременно как поменять отношение к слову я я могу я могу поделиться своими ключами мы живем с вами в интересное время когда слово она обесценивается она теряет свою цену потому что выхолачиваются смыслы происходит аннигиляция смысла я меняются смыслы меняются смыслы до противоположных тоже называют уже по-другому все все на либо это все называется иностранными словами которые фактически не находят отклика но с трудом выговариваемое слово омбудсмен вместо правозащитника да то есть таких примеров полно я тут попытался послушать одно рекламное сообщение знаете чтобы не засорять наш эфир мне пришлось как профессиональному лингвисту переводите его с корявого латино английского на русский мне помогает знание латынице такой бы достаточно поверхностно но тем не менее я понимаю этот ужас об этом писали так разрушается основа национального самосознания это действительно очень опасный процесс и вот чтобы не было обесценивание слова которая для меня равноценно расчеловечиванию я предлагаю начать с того чтобы вернуть глубочайший смысл словам начиная с нашего все предположим александра сергеевича пушкина я попросил хасая чтобы мы начали наш следующий вебинар разбирая дословно что же он нам 200 лет тому назад попытался сказать и в чем мы его не услышали сколько весит и каково достоинство каждого слова которое он величайший мастер и кстати великий математик пытался до нас донести о сколько нам открытий чул готовит просвещение дух мы разберем его знаменитые строки дословно уверяю вас за каждым из слов которые сочетаются семантическими полями в этой удивительной симфонии скрывается целая вселенная и многие многие начнут понимать что до меня например дошло не тогда когда мне было 15 лет а только с возрастом а он начнет понимать раньше я же тут самый старый а вы же самые молодые так что роман прошу тебя но без задержек ладно конечно я готов пожалуйста присоединяйтесь к нам это будет очень содержательный и интересный разговор до встречи друзья